Всем привет! Сегодня я решила записать, как я готовлю тирамису. Это мой самый любимый десерт. Ингредиентов на тирамису очень мало. Это сыр маскарпоне, это савоярти, кофе, сахар и, собственно, два яйца. Маскарпоне я обычно покупала итальянских производителей. Как-то купила маскарпоне какого-то российского производителя, а мне совсем не понравился. Он был как сплошное масло по вкусу. Этот сыр белорусского какого-то производителя, туркский молочный комбинат. Я его еще не пробовала. Вот попробую, посмотрю, что получится. Сыр у нас сто двести с чем-то рублей, по-моему, я уже точно не помню. Савоярти не было, были только дамские пальчики. На это аналог савоярти. Мольшая упаковка, 60 штук здесь, сто двести шестьдесят рублей. Упаковка эта подорожала. Они были 80 рублей маленькой упаковки. То есть две упаковки выходила на 160 рублей, а сейчас как бы большая двести шестьдесят стоит. Так, кофе холодный я его процедила через маленькое сито, но все равно осадок немножко остался, потому что натуральный кофе. Но, конечно, лучше использовать в этом случае растворимое. Ну, сахар и яйца. Так, приступим. Вообще в рецепте указаны 500 грамм маскарпоне и 4 яйца, но я делала всегда 250 грамм маскарпоне и 2 яйца. В принципе, получается тоже очень даже неплохо. Нужно отделить желтки от белков. И все это взбить. Желтки взбить с сахаром, а белки взбить с щепоткой соли до образования пика. Желтки я взбила до тех пор, пока они не побелели. И сюда же мы должны выложить маскарпоне. Здесь на крышке тоже написано рецепт тирамису. Немножко отличается от моего. Я попробовала сыр. Скажу честно, он мне не понравился. На вкус опять как масло. Все-таки лучше переплатить, но выбрать, купить хороший сыр итальянских производителей, настоящий маскарпоне. Итак, добавляем маскарпоне во взбитые желтки. И просто все перемешиваем. Мне, конечно, левой рукой неудобно перемешивать, при этом не придерживая чашку. В общем, все это нужно перемешать. И уже перемешивать лопаткой, но не миксером. Вот так вот я смешала маскарпоне со взбитыми желтками с сахаром. И теперь приступаем к белкам. Итак, я взбила белки. Чтобы понять, достаточно, взбились белки или нет, достаточно перевернуть их. Если они не вываливаются, значит, они взбились хорошо. И теперь нужно смешать желтки с маскарпоне и белки. Только делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить воздушную консистенцию белков. Вот такой получился у меня крем. На самом деле, его получилось действительно так много. Лучше использовать, если вы хотите сделать прям настоящий на сердце рамису, то лучше использовать две упаковки, две баночки маскарпоне. Это будет 500 грамм. И еще в оригинальном рецепте добавляется коньяк, либо ром, что-то. В общем, какой-то алкоголь, но я его не добавляю. Добавляется обычно в кофе. Я выложила вот так с авоярни, чтобы удобнее было. Такая у меня форма, она уже очень старая вся. Уже порезанная. Вот. Но я в ней не пеку, только делаю тирамису. Что мы делаем? Мы просто берем, окунаем буквально на пару секунд. Салоярди в кофе. Кофе уже охлажденный. Сахар вверх. Хотя это, в принципе, без разницы. И вот так вот выкладываем. Это нужно делать как можно быстрее. Чтоб сильно не размокли палочки. На самом деле палочки. Салоярди или дамские палочки. Их можно делать самостоятельно. Это обычное бисквитное тесто. Обычные бисквитные печенья. Вот такой осадок от кофе. Но по-другому нельзя было сделать. Ничего. Потому что я пыталась. Я его процеживала. Но все равно осадок остался. В общем, вот так вот выкладываем. Все вот так вот я выложила салоярди. Пока они себя не размокли. Надо быстренько промазать этот слой крема. Половину крема у нас уходит на один слой. И вторая половина останется на верхний слой. Вот так вот я промазала первый слой. Вот столько крема еще осталось. И дальше выкладываем второй слой. По такой же аналогии. Палочки не должны быть очень мокрые. Иначе десерт будет слишком влажным. Конечно, лучше использовать больше крема. Тогда он будет такой воздушный, высокий, пышный. Но и так очень-очень вкусно. Уж поверьте, масло я делаю не первый раз этот десерт. Вот я выложила второй слой. Теперь нужно его тоже промазать кремом. Вот и все. Я закончила. Крема, конечно, должно быть побольше. Не должно быть никаких прозрачных слоев. Тирамису, точнее, савоярды не должны прозвечиваться через крем. Слоев должен быть более плотным. Но, как я уже говорила, так все равно тоже очень вкусно. Если вам не жалко купить две упаковки маскарбона, то, в принципе, можете на 500 грамм использовать 4 яйца. И, в принципе, такое же количество палочек. У меня ушло почти 4 пачки. Точнее, 1 пачка. Там у меня 4 упаковки. Вот у меня ушло 3 с половиной упаковки. Перед подачей нужно посыпать сверху какао. Стоять в холодильнике десерт должен не меньше 4 часов. Я обычно оставляю либо на ночь, либо минимум на 5 часов. Когда будет готов, я запишу видео, асмр с тем, как я его пробую. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока.